МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала РГВК Дагестан продолжает программу Агросектор в студии Раима Амдулаева. И у меня сегодня в гостях заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Бахарчиев Шамиль Дзиаудинович. Добрый вечер. И руководитель агрофирмы ЧОХ Абдурахманов Магомед Тинамагомедович. Добрый вечер. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что на сегодняшний день один из таких актуальных, может быть, наболевших вопросов, который интересует всех, даже людей, не имеющих отношения к животноводству. Какова численность поголовья белкорогатого скота? Шамиль Дзиаудинович, по вашему мнению, есть в Республике Дагестан 5 миллионов овес? Как вы думаете? Тема количества поголовьев овец в Республике всегда для всех руководителей, которые начинали свою деятельность, начинялась с этих вопросов. Это с 2002 года, потом в последующем сельскохозяйственная перепись с 2006 года, потом сельскохозяйственная перепись с 2016 года подтверждает наличие поголовья. Перепись с 2016 года показала, сколько у нас овец? 5 миллионов 300 поголовьев овец. И глава Республики Владимир Адуалевич дал поручение на 31 декабря 2017 года количество поголовьев овец сколько в Республике Дагестан. Провести подсчет, значит, информацию об этом. Мы подготовили эту информацию, запросили данные с утверждением главы района, с утверждением начальника Мусиха, с утверждением отдела статистики на местах. Так все-таки сколько получается? Все-таки, значит, эта цифра подтверждает. Подтверждается. Но есть небольшое уменьшение в этом году количества поголовьев на 0,6%, потому что стало закрываться многие крестьянские фермерские хозяйства. Количество закрывшихся в КФХ в этом году, значит, по официальной статистике, 600 хозяйства. И, соответственно, конечно... А закрылись почему? И закрылись, потому что, значит, имеющиеся у нас информации при встрече, беседе с руководителем, там они подтверждают, что есть перегон по перегону, значит, этих овец по 100 рублей, которые мы поддерживали этих средств, они не получают уже два года. Плюс еще, значит, из-за отсутствия закреплений земель за селхозтоваропроизводителем, тоже по требованиям Министерства средств и хозяйств Российской Федерации, тоже мы не можем, значит, субсидировать, финансировать. Это были ряд хозяйств и ряд районов в прошлом году не смогли эти мероприятия провести. И в связи с этим они... Там процесс идет не совсем в такую лучшую сторону, а так теневые экономики уходят, превращается. Это количество поголовок не уменьшает, соответственно, от одной категории другому, от одной юридических лиц другому, значит, она как бы идет внутри. Но при этом статистика этого, они не указывают, уходят от налоги. Это процесс, конечно, надо обязательно наблюдать, надо корректировать, надо убедить, при этом необходимость закрепления земли за селхозтоваропроизводителем. Это очень важная тема, это необходимая тема на сегодняшний день. Показывает по статданиям 2 с лишним, 3 тысячи поголовок овец, а земли 5-6 гектаров. А по существующей норме на сегодняшний день, на 1 гектаре земли, значит, до 3-х, а у цепоголовьи. И 1 голову крупную рогатую скаду на 1 гектаре. Ну где же тогда ваши поголовья, где же кормятся, где она пасется? Поэтому вопрос земельной реформы, значит, закрепление земельных участков за селхозтоваропроизводителем, это очень необходимая, это важная тема. Важная тема и пополнение налогов базы республики, а то многие хозяйства после распада, значит, союза и после распада всех существующих селхозов и колхозов, они перешли в частные руки, при этом они и не обрабатываются, и не пашут, и вот, и от них никаких доходов нет налоговых. И при этом, значит, те возможности, которые есть сегодня, вырастить продукцию, увеличить этого, и этого не делают. Надо, наше такое твердое убеждение, ускорить эти процессы вокруг земельной реформы. Скажите, пожалуйста, Магомед, какая у вас численность поголовья? У вас есть и КРС, и мелкорогатый скот. Сколько? У нас мелкорогатого скота около 15 тысяч агрофирмы и около 5-6 тысяч работников. В общем, около 21-22 тысяч мелкорогатого скота. Крупный около 1100 голов у нас КРС агрофирмы. Как его земля обеспечена? Земля, честно говоря, у нас не так хватает. Почему? Потому что мы зимой вынуждения бываем там арендовать, тут арендовать, чтобы хватило. У нас в основном земли такие салончаковые, поэтому вынуждения бываем. Это поголовье как бы, да, не хватает для этого поголовья земли. Ну и, наверное, вот на зиму все-таки корма еще закупаете, да? Корма мы сами заготавливаем. Заготавливаем? Да. Корма база у нас своя. Ясно. Как вы считаете вообще, есть в Дагестане 5 миллионов овец? За весь Дагестан, за другие хозяйства я говорить не могу. Почему? Потому что я не владею этой информацией. А насчет себя, насчет своего хозяйства я могу сказать у нас даже больше. Вообще есть смысл кому-то указывать большее поголовье, чем есть на самом деле? Тем более вот я слышу, что последние несколько лет у нас как бы, да, вот эти субсидии, дотации даже не выплачиваются. Я считаю, что нет смысла. Ясно. Ну, в любом случае, даже если вы говорите, Шамиль Заводинович, если некоторые уменьшения поголовья есть, вот из-за того, что, как вы сказали, некоторые хозяйства закрылись, ситуация же в любом случае буквально через месяц уже начнет меняться, потому что начнется скоро окотная кампания. Да, скоро окотная кампания, март, апрель, месяц. Как вообще мы готовы к окотной кампании? Как зимовка вообще в хозяйствах республики проходит? Зимовка в этом году и в прошлом году, и последние три года, значит, природа нас балует, и погода прекрасная, корма. Как у нас вообще пишут, знаете, в соцсетях, что у нас было бабе лето, потом была бабе осень, а теперь у нас бабе зима. Зима, да, бабе зима стала, фактически, да. В общем, аграриям повезло в этом плане. В этом плане агрария ежегодно, это все, эта погода достаточно хорошая, комфортная, и при этих условиях корма тоже как бы таких недостатков, что особо не ощущаем. Хотя республика была обеспечена кормами 60%, я должен об этом подтвердить. Мы все время надеемся на благо природы, и мы можем любое время на просак попасть. Это вопрос стоит, у нас есть стратегический запас кормов, в двух хозяйствах это заготавливают, они тоже достаточно свою функцию не выполняют, по полным объемам, об этом они были и предупреждены, и не один раз. Но тем не менее, значит, природа так природа, все вишня. Повезло опять в этом году тоже. Повезло, и окрутная кампания в марте месяце, это самый разгар, апрель, она заканчивается, это окрутная кампания. Конечно, у нас в республике по официальным данным, обратно возвращается, по официальным данным, 3 миллиона 700 автоматок, если средний сохранен от огня 94-95%, и есть некоторое хозяйство до 100, 110, до 120. Учитывая, что у некоторых двойняшки рождаются. И в этот момент у нас поголовье увеличивается. И потом, где-то в августе месяце после перегона от летних альпийских лугов идет реализация поголовья до миллиона, до полтора миллиона поголовья овец. И вот откуда это и набирается. В конце прошлого года уже стали, вот в Иран, получается, в Турцию хотят наше мясо закупать. Татарстан нашей баранины все-таки заинтересовался, уже начнутся поставки. И в прошлом году уже в конце были, в этом году будут поставки. Как вы считаете, вот все-таки вы говорите, у нас земли маловато, а вот все время, ну, если есть спрос, как бы, да, нужные предложения, значит, сельхозпроизводители будут разводить баранов, а есть у нас только земли, чтобы откармливать такое количество скота. Дагестанский баран, это бренд по всей России. Везде его спрашивают, запрашивают. Вы правильно подметили, что заключение договора с Ираном, 1500 тонн в этом году, будет обеспечивать улический комбинат и будет Агросоюз в Ногайском районе, это все. Идет уже, первая подставка уже есть, реализация. Там заключение Россоцентрознадзора, ветеринарные все. Но как мы будем обеспечивать это все, это необходимость, полностью такой стабильности. Для этого, конечно, нужна перечная переработка необходимости. Это вопрос, я вижу, таким образом. Ее надо, нашу поголовину, которая есть, там, вольная позба, надо ее перевести на гол, это надо, значит, перевести ее на откармливать, площадку, откомочную площадку. И вот вокруг этого работы надо вести огромную работу. Есть федеральные субсидии, которые выделяют для поддержки овцеводства. В республике в 2016 году было 240 миллионов, в 2017 году где-то в пределах 140 миллионов. Это мы даем, субсидированные от секвозематок, 100 рублей на одну голову. Вот эти средства нужно, необходимо, чтобы направлять именно для строительства откомочных площадок. Пока нам федеральный центр разрешения в этом плане направлений не дает, но, тем не менее, есть надежда, что мы вопросы поднимаем и перед правительством республики Дагестан, идти над этим путями. Да, спрос на нашу баранину хорошо, но все-таки это сырье получается. Очень сложно у нас ситуация с переработкой обстоит. Вот по итогам 2017 года около 250 тысяч тонн, получается, мяса мы произвели и 870 тысяч тонн молока. Только 10% мяса перерабатывается внутри республики, около 30% молока, вот все остальное. Вот, Магомед, кстати, у вас есть своя переработка? У нас своя переработка есть, но в таких, по-домашнему все. Мы делаем сыры, твороги, сметану. Где-то это реализуется? Мы реализуем в магазинах. У нас в республике. Сколько процентов вашей продукции вы реализуете? Реализуем таким образом, мы реализуем, перерабатываем около 20%. А все остальное? Остальное мы сдаем в гормозавод, ту цену, которую они берут. А как у вас? Это я считаю, что цена маленькая вообще. Какая цена? Ну, около 20 рублей, 18-20 рублей. Молоко? Да. Она реализуется дальше в магазинах уже 50 рублей, 60 рублей. Вот поэтому вот то, что Шамиль Зеленович говорит, вот переработку, свою переработку делают выгоднее. У нас в республике, да, сегодня есть возможности для таких объемов производства молока и переработка. Значит, мы в пределах сутки надавим республике около 400 тонн молока. А производительность, оборудование, которое есть в существующей республике, это где-то до 600 тонн. Для переработки есть возможности. Но при этом, значит, монополию как бы держат крупные переработчики. И молоко начинают от 13 до 22, самые лучшие ситуации, до 25. И в среднем выходит 18-20 рублей. Это абсолютно нереальная цифра. Это она, значит, молоко, если себестоимость республики стоит, то в пределах 13-14 рублей, то производители молока получают в пределах 4-5 рублей. А переработчики 15-20 рублей. Это, конечно, неправильная постановка вопроса и неправильная поставлена работа. И необходимо что делать? Реальные продукции, которые мы производим на сегодняшний день в республике. Вы смотрите, где-то 30-40% нашей дагестанской продукции на прилавках. Остальное все привезены. В чем дело? Я вот вижу с своей стороны, вот как вы, потому что у нас есть закрытие учреждений и организаций, так называемые, и школы, и садики, и больницы, и учреждения и организации, и военные, и органы внутренних дел, которые должны обеспечить, и тюрьмы республики Дагестана, которые надо дать возможность нашим селхозтоваропроизводителям, чтобы могли участвовать на этой площадке, чтобы они могли реализовать свою продукцию. Вы знаете, что молоко привезено на сегодняшний день с Белоруссии, с Кабардино-Балкарии, с Украины, и, значит, со всех наших субъектов Российской Федерации, которые... Ну, молоко это скоро портящие продукции. Без консервантов оно сурок не будет. Даже доставка оттуда, она сюда дойдет время полтора, две, трое суток. Я считаю, что мы молоко пьем с консервантами. Поэтому дагестанцам нужно дать возможность попробовать свою продукцию. Я вас уверяю, продукция, которую производят наши селхозтоваропроизводители, она очень качественная, очень вкусная и ничего не уступает. Магомед, скажите, пожалуйста, что вы вообще перерабатываете? Молоко же у вас есть свое? Ну, основное молоко. Масло свое, сыр. Вот у вас масло, получается, это стопроцентное? Топленное, стопроцентное масло. Вы знаете, вот очень часто бывает так, что, вот я обращаю внимание в торговых центрах, люди вот смотрят, иногда продается что-то наше, оно если чуть дороже, вот оно из молока, они могут его просто не купить, а купить вот какой-то там брикет, который стоит дешево. Настоящее масло, оно ведь не может стоить дешево, потому что это сколько нужно? Сколько нужно литра молока, чтобы получить килограмм масла? Чтобы килограмм сыра получить, я знаю, что 10 литров молока нужно. А масло? Масло 25 литров молока, это минимально. 14 литров молока уходит на получение 1 килограмм сметаны. Вы представляете, если даже средним посчитать, сколько стоит литр молока 20 и 25, это где-то около 500 рублей уходит только себестоимость молока. Плюс еще, значит, производственные затраты, это все. Масло меньше 600, 650, 700 никак не может стоить, это не масло. То есть, да, это, скорее всего, там какой-то состав, пальмовые какие-то, да. Да, конечно, с добавками все, да, добавками со всеми. И растительное масло. Да, красители добавляют всяким. Поэтому мы не едим экологически чистые продукции. Поэтому то, что цена реальная на сегодняшний день на эти виде продукции, она вот так. Вот я видела, вот я даже была в цеху, где так называемое масло производят. Они просто брали вот брикет какой-то вот пальмовое, кидали вот в этот чан, где это все перемешивалось, добавляли туда немножко сухого молока, и вот получалась какая-то смесь, которую вот они, ну, как бы подписывали, что это масло, и оно, и это еще лучший вариант. Бывает еще хуже. И вот как приучить наше население вот просто вот в каких-то элементарных вопросах разбираться? Для этого очень большие темы, да, прессы, телевидение поднимают, и центральный телевидение, вы, наверное, увидите там, да, сколько продукции закупают, смотрят, какие оценки дают. Это очень усердно и очень пристально в последнее время стали обращать внимание на еду, к которой мы едим, это все, это необходимо смотреть. Не все, что дешево стоит, она стоит так ценно и так вкусно. Может быть, конечно, потребители нашей дагестанцы не позволяют, значит, и продовольственную корзину, и выкупать такую здоровую конкуренцию. В Западе, в Европе мясо стоит и 300 рублей, стоит и 500 рублей, и стоит 1200 рублей. Вот все, у нас мясо подряд все стоит от 230 до 300 рублей максимально. Так не должно быть. Мясо есть и луговое мясо, и полевое мясо, и отпорное мясо, которое поставлено, оно совершенно отличается по качеству. Такая же продукция и молочную тоже, тут необходимо делать. Ну, смотря из кармана, сказать, покупайте качественную продукцию, если человек не позволяет продовольственную корзину пополнять ценным продуктом, конечно, это и не будут закупать. Вообще, когда у нас, ну, как бы у меня бывают встречи с нашими животноводами, я всегда вот задаю вопрос, почему у нас никто в Дагестане не производит даже мороженое? У нас же столько молока, вот вы говорите, столько молока, вот так вот все дешево. А все мороженое, которое у нас есть в республике, практически полностью, оно тоже из каких-то сухих смесей приготовленное. Почему-то хотя бы нельзя свое... Вот вы могли бы свое мороженое производить, Магомед? Чисто об этом они задумывались. Именно вот про мороженое, нет. Вот такой востребованный продукт. Я хотела бы, вот, допустим, чтобы у нас на рынках было мороженое, и вот чтобы производитель указывал, что это 100% вот, допустим, из натурального молока. Я думаю, это мороженое вы все-таки чаще покупали бы, а то вот очень часто вот смотришь... Я вижу в этом плане, какова, значит, проблема. Технология должна быть обязательно. Мы все время смотрим, вот, педегорское мороженое, московское мороженое, все закупают так быстро и очень. Там очень высокая технология и вкусовые качества совершенно другое. Я помню, значит, у нас был и хладокомбинат, и дагестанское мороженое выпускали. Выпускали. Да, выпускали. Но сейчас, в ненужном этапе, ну, по всей вероятности, значит, не удерживают конкуренции. Это рынок. Мы должны всем, значит, желающим дать возможность выбрать продукцию, которую они хотят по вкусовым и другим качествам. Дмитрий Владимирович, мы с вами говорили о том, что окот вот у нас начнется вот, ну, в марте уже. Март-апрель. А есть вот хозяйства, где все-таки незапланированный окот уже происходит, и насколько они готовы, насколько утеплены были? Ну, не ошибусь, я думаю, что в пределах 10-15% ранний окот всегда, во все времена это было. Это особенно Юждаговский район, это Хиевский, Табасаранский, Каякенский до Куспарьяна. Значит, они немножко ранний окот, потому что там перегон от летних Алпийских лугов до, значит, отгонной пастбищи зимние, у них там небольшое там расстояние, они в Юждагенском районе, Табасаранском районе, у них земли отгонные. И там они, это все норма-то было соблюдено для того, чтобы перегон учитывалось. Если, значит, ягня там будет где-то полтора-два месяца, то они что могли с ауцематком вместе перегнать горы. И с этой целью она и был планирован окот уже давно, с тех времен, значит, дагестанской горной породы. Но для них это особо проблем не составляет, поэтому они этого не регулируют, этот процесс, и ранний окот в таком плане в этих районах есть. По поводу того, что у нас земли не хватает, и как бы, ну, с кормами могут быть в ближайшее время уже проблемы. Есть вот фермеры, которые вот как-то предлагают, может быть, даже собираются в ближайшее время выращивать корма вот искусственным способом, методом гидропоники, или как-то еще. Как вы считаете, насколько это направление перспективно для Дагестана? Мы встречались с учеными, у нас буквально на той неделе была встреча в Минселхозе, приглашали всех ученых животного водореспублики Дагестана, в том числе и по кормопроизводству. Представители, ученые, которые занимаются гидропоникой, предлагают вариант, мы хотим в некоторых хозяйствах республики провести эти эксперименты. Вы как, Магомед, хотели бы эксперименты? Об этом не думаю, у нас, в принципе, кормовая своя хватает, нам, в связи с тем, у нас отгонное животное водородство. Мы весной отгоняем горы, а за это время, до конца лета, мы себе закатали на этих же землях, закатали сено, корма, все это. Вы раз и навсегда знаете, что республика на сегодняшний день достигнута историческим максимумом по голове. Даже вот эта, которая под сомнение ставится по голове 5 миллионов 300, если больше, она никак не может быть. У нас нет земли столько, чтобы дальше было. И то, что существующая земля на сегодняшний день в республике Дагестан, она является малоплодородной. Вы знаете, на Газском, Тарумусском районе, что происходит? Идет полную опустивнение. Там полностью вопрос стоит о том, чтобы сохранить эти земли. Для этого должен обязательно организоваться плановый, без проблем. И для всех хозяйств этот закон должны все по голове перегнать. В этом году мы будем ребром ставить вопросы, кто не будет перегнать по голове, там, значит, и Росселхознадзор, и другие контролирующие органы будут штрафовать. В том числе дано поручение нашему управлению отгона животного отца. Это необходимо. То, что есть в нашей земле, мы должны их беречь. Магомед, как вы готовы к кокотной кампании? Это не первый год. Скажите, пожалуйста, у вас часто там двойня или тройня? Двойня, это у нас процентов 15-20. Наследственные показатели? Да, это наследственные показатели. То есть, получается, если овцаматка... Если у нее возгодились, у нее тоже могут быть поколения дальше... Вы как-то пытаетесь их как-то на контроль поставить, чтобы... И у них особый уход за ним. Их отдельно держат. И в горы их отдельно гонят. Ну, по-другому. Чуть-чуть уход больше за ним. Как вы вообще рассчитываете? Какой у вас приплод будет? В этом году, я думаю, 95-97%. Я вас благодарю за участие в нашей программе. Я думаю, вот приедем к вам на съемки, когда у вас начнется непосредственно окутная кампания Шамилем Зеевдиновичем. Еще раз спасибо за участие в нашей программе. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!